Мне задают вопрос, почему Путин напал на Украину, о какой демилитаризации идет речь, о геноцификации, что это значит? Ну, во-первых, вы должны понимать, как я говорю, Геббельс просто, наверное, сейчас бы завидовал бы Лаврову, министра иностранных дел, Путину, тому, как они нагло в открытый лгут и, что называется, просто поразительно лгут, на белые говорят черные, на черные говорят белые, при этом, когда им перед ними ставят факты, что все по-другому, они все равно продолжают брать дальше. Ну, для тех, кто не знает, кто такой Геббельс, как выяснилось недавно, я узнал, что у нас основная часть страны не знает, кто такой Геббельс. Геббельс, это был министр пропаганды при Гитлере, и он врал, обманывал весь мир, запутывал, зомбировал население Германии. И, собственно, когда звучит такая фраза, Геббельс бы позавидовал, здесь имеется в виду, что тот самый человек, который зомбировал огромную Германию и вводил в заблуждение весь мир, он бы, наверное, позавидовал бы тому, как это делает сейчас Путин и Лавров. Нагло, цинично, открыто и делает это на весь мир. Вот, так вот, я хочу сказать, что на самом деле ответ следующий. Почему Путин напал на Украину? Дело в том, что Путин хочет воссоздать некую империю. Нет, не Советский Союз, по которому еще многие наши люди мечтают, даже не зная, что такое Советский Союз, а некоторые пенсионеры или пенсионного возраста, люди, которые еще и помнят Советский Союз, они просто мечтают о своей молодости. Это лучше то, что было у них в Советском Союзе. И я еще раз хочу пояснить, что я половину жизни провел в Советском Союзе, и хочу сказать, никаких таких квартир не раздавали, когда ты закончишь институт. Ты мог стоять в очереди 20 лет и не получить эту квартиру, хотя у тебя там 5 детей, 6 детей, ты мог всю жизнь прожить в общежитии. Магазины были пустые, дефицит, были только в магазинах, уверенно, соленые огурцы и помидоры. Ну, я думаю, что вам достаточно забить даже в интернет, кто умеет пользоваться Гуглом, и получить массу видео и фотографий, которые вам покажут, что такое Советский Союз. Но здесь речь еще не только об этом. Многие в своих мечтах хотят построить справедливое общество, где всем хорошо, и в грезах думают, что это было в Советском Союзе. Нет, этого не было, это неправда, это было лживое государство, плохое. Именно поэтому оно развалилось, потому что это было лживое государство. И сейчас образование в виде государств, как Россия, то же самое Казахстан и так далее, это осколки этого лживого государства, называемого Советский Союз. И когда вы думаете, что Путин хочет построить Советский Союз, услышав, и вам это нравится, имейте в виду, что Путин держит в нищете миллионы своих граждан. Путин, наверное, самый богатый человек в мире. Если говорить, что его состояние 1 триллион долларов, то есть даже не 350, как у самого богатого, считающего в мире, Маска, его состояние далеко превышает 1 триллион долларов, потому что он владеет самой большой страной в мире, России. Самой огромной по размеру территории, с гигантскими запасами, но при этом население этой страны нищее. А вы знаете, что Путин и его ближайшее окружение являются и триллионерами, и миллиардерами. И все это за счет ограбления основной части населения России. То есть он не строит даже некий Советский Союз, он строит такую страну, в котором богатыми были только они, узкая группа, остальные были или бедные, или нищие, и какой-то небольшой слой, который более-менее еще достойно жил. Это тюрьма народов, где по статусу вроде существуют федеративные республики, Казахстан, кавказские народы и так далее, но у них нет никакого права, они не могут, как Путин говорил по Крыму, провести референдум, и свободная воля и изделение народа приведет к тому, что они решат сформировать самостоятельное государство. Этого нет, это тюрьма народов, и фактически это одно название, что федерация. Что хочет построить Путин? Он хочет построить не Советский Союз, он хочет получить гигантскую территорию, империю, подавить волю к развитию всех государств в странах Центральной Азии и бывших странах СНГ, так называемых. И все те, кто сопротивляется, хотят построить действительно демократическую страну, они просто мешают его замыслу построить некую империю, где во главе он сам и его помощников. Узкая группа, так называемый кооператив Озеро, где его живут друзья вместе с ним, самые богатые люди мира. Вот его цель. И поэтому не обманывайтесь, что он хочет построить некую систему, называемую типа Советский Союз. Нет, он хочет построить для себя вот такую империю, личную империю, где будут подавлены все ваши права, независимо от национальности. Русский вы или казах, или теченец, или татарин. Собственно, это в России и происходит. Поэтому вы должны знать, что приблизительно уровень доходов в Казахстане и в России соизмерим. Поэтому жизнь вашу Путин не улучшит. Вот именно поэтому он хочет завоевать Украину, которая объявила курс на европейские ценности, где защищаются права человека, в которой президента страны избирают люди на свободных и честных выборах. Где люди могут свободно выражать свои мнения, где существуют десятки средств массовой информации, где существуют десятки телевизионных каналов, где Украина с надеждой смотрит на Европу, интегрируется. И украинцы могут свободно, без визы посещать Европу, искать себе там работу. И, собственно, это происходило до последнего момента. И вы же понимаете, что в Украине живет около 40 миллионов человек. И Путину не хотелось, чтобы Украина в кратчайшие сроки продемонстрировала все преимущества свободной жизни, демократической системы. И поэтому его цель остановить этот процесс, захватить Украину, пристегнуть его к России. И когда вы слышите лживые слова, что якобы он переживал о безопасности России, это тоже вранье. Потому что к России примыкают Балтийские государства, Литва, Эстония, Латвия. Все впритык примыкают. И там расположены войска НАТО. И ракеты с этих мест достигнут любую точку России. И Украина здесь... Аргументация, что Украина якобы собирается вступить в НАТО, это полная ерунда. Это полная пропагандистская ерунда. Я сегодня еще слышу пропагандистскую муть, которую впихивает Лавров, министр иностранных дел, что 8 лет якобы Украина бомбила Донбасс. И вот они пошли спасти Донбассов. И решили замочить, что называется, всю Украину. Вы знаете, наверное, что более 100 тысяч беженцев сейчас с мест боев перемещаются в западную часть Украины. Тысячи людей перемещаются в Польшу, все приграничные страны, которые находятся в Украине. Это вот цена вопроса и количество жертв еще неизвестно. На вчерашний день цифры озвучивались, что погибло 137 военнослужащих и военных. Со стороны России 450 человек. Зачем России Украина? Зачем России война? Зачем им тысячи, а завтра будут десятки тысяч жертв? Зачем Путин гражданское население России использует как пушечное мясо, которое завтра тысячами в гробах территории Украины будут попадать в Россию? Зачем? Только для того, чтобы построить свою личную империю. К России, гражданам России, к их будущему это не имеет никакого отношения. Вот для чего Путин захватывает Украину. Далее, якобы вот та самая демилитализация, что якобы он хочет разоружить Украину, чтобы она не угрожала. Это тоже вранье. Вы понимаете, что 150-миллионная Россия, которая себе оставила все технологии, заводы и все прочее, все военные возможности, которые были у Советского Союза, Украина не представляет никакой опасности. И поэтому говорить о демилитализации Украины это тоже вранье. Ну и потом, когда Лавров, министр иностранных дел, говорит, что якобы в Украине там бандиты, неонацисты, что они хотят защитить русский народ. В России живет в основном русский народ. Но что-то мы не слышали, чтобы Путин и Лавров беспокоились о русском народе, о нищем русском народе, о бедном русском народе. Мы не слышали, чтобы там русские были довольны. И вы знаете, что вчера около 2000 человек было задержано среди тех, кто выходил массово на протест и требовал остановить войну. То есть этого не хотят сами русские. И когда вы выведете статистику, что якобы более 50% русских хотят, это тоже вранье, потому что это делают их путинские различные социальные службы, которые якобы проводят опросы. Никто не хочет войны. Войны хочет только Путин. И когда он говорит о геноцификации, нужно вспомнить о сотнях народах, которые живут внутри России, и которые не могут развивать свой язык, не могут никогда самовыразиться, не могут себя чувствовать свободными гражданами, потому что этого в России нет. И когда Лавров заявляет о геноцификации, все это должен сделать Путин, Лавров должны сделать в самой России, а не лезть в Украину.